Предположить, что именно Дюран получит эту награду можно было задолго до окончания регулярного чемпионата. Почему? Ну, во-первых, Леброн Джеймс, игра Леброна Джеймса, которую он показывал в этом сезоне, она была на уровне, он не опускался ниже какой-то своей планки, которую он раньше уже у себя установил, но он демонстрировал какой-то сверх выдающейся игры. Более того, Майами закончил чемпионат с большим количеством поражений, чем Оклахома, что тоже могло наложить какой-то свой отпечаток. Плюс Дюран в этом сезоне штамповал рекорды, побил рекорд Майкла Джордана по количеству проведенных матчей 25 плюс подряд. Несколько матчей без Рассела Весбрука он демонстрировал просто великолепный баскетбол, набирая по 50 и более очков. Если говорить о других соперниках Ковена Дюранта, то в первую очередь, наверное, приходит в голову кандидатура Кармела Энтони. Мэла провел отличный сезон за Никс, но в те разы та напряженная ситуация, которая была в коллективе, в Нью-Йоркском коллективе на протяжении сезона и не попадание Никс в плей-офф автоматически лишало Кармела Энтони всех шансов на получение этой награды. Жак Кимноа, да, выдающийся сезон, он показывал просто захватывающий баскетбол в ряде матчей, делает трипл-даблы с передачами. Игра защитников, она всегда меркнет по сравнению с игрой нападающих. И когда мы видим, что Кевен Дюрант набирает 50 очков, оно делает трипл-дабл набирая 10 очков, 10 подборов, 10 передач, то все равно, в первую очередь, наше внимание будет сосредоточено на показателях очков Кевена Дюранта. Поэтому, изначально, у Ноа было очень мало шансов на получение этой награды. Соперников в этом сезоне Кевена Дюранта не было. И он получил эту награду заслуженно.